Всем привет! Вы на канале Gadgetmania и сегодня мы поговорим о двух самокатах. Это Kuga M4 Pro, народный любимец, хит-продаж и Ninebot Max. Попросту Максим. Давайте начинать. Поехали! Соответственно, они полностью заряжены. Я вам сейчас покажу, сколько 52,8. У нас непосредственно настолько заряжен этот самокат. Ну и этот самокат заряжен полностью, тоже до 100%. До сих пор не могу привыкнуть, в общем, по два раза. Итак, прямо у дома, у подъезда. Сейчас мы должны проехать на них порядка, может быть, половины части города по разной местности, в том числе и по подъемам. Выглядят самокаты следующим образом. Ну и посмотрим в динамике, как это все будет. Значит, проехали от точки А до точки Б. Здесь у нас, напоминаю, было 52,8. Сейчас 50,7. 10,7, то есть 10,8 даже, да? То есть съела, если он у нас разряжается на 42, съела одну пятую. Километраж я вам покажу в приложении. Или сейчас видите, или это. В общем, в принципе, время в пути, наверное, в районе, ну, в районе, я не знаю, 10 минут, 12. Еще есть примечательных особенностей. Так начинается, собственно, мой день. Это я выношу из квартиры два самоката, Kuga M4. Жена иногда помогает, иногда нет. Но, в общем-то, мне самому это интересно и увлекательно. И мой Ninebot Max. Собственно, лифт. Оба прекрасно помещаются. Я вызываю лифт, и эти самокаты едут вместе со мной, собственно, до первого этажа. И потом спокойненько по одному штучке я это дело все выношу. В общем и целом, смотрите, я сразу вам поясню. Я дилетант. Я не профессионал электротранспорта. Вы должны это понимать и четко осознавать. Все обзоры и сравнения касаемо электротранспорта и этих двух самокатов, и не только, я делаю на основе своих предпочтений, своих эмоций и своего опыта. Поэтому имейте это в виду при просмотре этого видео. Собственно, вот так это выглядит. Вот я стою, вот самокат. Кто-то скажет, не совсем удобно. А я скажу, дело привычки. Сейчас предстоит поездочка. Поездка порядка 5 километров в одну сторону, 5 километров в другую сторону. Может быть, с заезда в магазин. В общем, еще 10 километров. Мои догадки, что этот самокат уже надо будет заряжать. То есть, это будет порядка 44-45 цифры будут на Куге. И порядка, наверное, 30-25% на Максиме. День третий или, может быть, четвертый. Все тот же заряд. Здесь он показывает 48,8, 48,9. Здесь порядка 60%. Ну, сейчас посмотрим в приложении, сколько это все будет. Точно в цифрах, куда ездили. Ездили в первый день туда и обратно, на другую часть города. Я ездил на съемки, сравнение с Куга Х1. Куга М4 Про никуда не ездил. Собственно, здесь вот 48,8 оставалось. Напоминаю, заряжается до 52,8-53. Примерно так. Ну, смотрите, съездили туда и обратно. Получается 46,4 почти, как я и угадал. Но самокат будем заряжать, потому что хватит еще на одну поездку в одну сторону. Ну, или, в принципе, можно посмотреть. Может быть, до 42-43. Посмотрим, в общем, либо заряжать, либо еще раз. Давайте поговорим о технических характеристиках по-дилетантски. Итак, Куга М4 Про это 48 Ватт, 16 Ампер часов батарейка, 500 Ватт мотор, 48 Вольт точнее. Этот у нас 350 Ватт мотор, батарейка 15300 и 36 Вольт мощности. По техническим характеристикам еще также хотелось бы сказать, что здесь у нас система торможения на основе двух дисковых тормозов, передней и сзади. Здесь у нас две системы торможения. Это электронно-рекуперативно и барабанного типа в переднем колесе, что, кстати, безопасно, чем сзади. Ну и, собственно, наверное, на этом все. Абсолютно разный сегмент, абсолютно разные рынки. Этот самокат из народа, этот самокат для народа. Мои впечатления именно такие. Из чего сделаны эти самокаты? Самокаты сделаны из алюминия, но алюминий, алюминию рознь. Здесь это так называемая сиромятина, очень, наверное, дешевый композитный материал, требующий доработок, требующий каких-то определенного рода вложений, как технических в плане того, что надо поменять винты, так и, собственно, других вопросов, касаемых гидроизоляции, других вопросов, касаемых настройка тормозов и так далее. На InBot Maxi же вы ничего не делаете. Вы достаете самокат из коробки. Если хотите, регулируете речь, делаете острее, скажем так, тормоза, и больше ничего. Дальше. У нас есть вот как раз-таки этот алюминий, из чего сделана здесь у нас дека, здесь тоже дека, рулевая стойка. И дальше. Дальше начинается лютый кошмар в Куге, потому что вот это все, оно изначально вроде как безопасно, 19-го года. Вот этот вот гусь, который мне очень сильно рекламировали, который будет очень хорошо в повседневном использовании. Механизм требующий доработок. И потом я расскажу, почему. Дальше. У нас вот это все, оно люфтит. Люфтит изначально. В Maxi это не какой-то, я не пытаюсь обосрать Кугов, вы поймите, дорогие друзья. Я пытаюсь вам высказать мои впечатления как владельца по обоих моделям. Здесь у нас сразу все монолитно. Посмотрите, из какого материала сделан этот Maxi. Это тоже алюминий, но совсем другой подход. Здесь нет ничего хлюпкого. Да, есть электронный, точнее, механический звонок, который дребезжит во время езды, но это решается путем сюда, устанавливается резинка от денег и этот люфт исчезает. Дальше. По механизму складывания. Этот самокат никогда не складывается. Я имею в виду Kuga M4 Pro. Почему? Потому что это геморройно. Надо опускать сидение, которое, кстати, отсутствует в Максиме. И после этого опускать непосредственно рулевую деку. Здесь эта рулевая дека открывается очень просто на раз-два. Есть один механизм, отщелкивается, другой механизм опускается. Давайте я продемонстрирую. И, собственно, все. Самокат разложен. Мы его складываем до такого положения и уже транспортируем туда, куда нам удобно. Здесь же, в Kuga, это все делается намного-намного сложнее. Надо определенным образом вот это вот сделать. Да, многие скажут, что Паш, ты говоришь ерунду, потому что в повседневной жизни его никто не складывает. В том-то и дело, что его никто не складывает. Но обратите внимание, вот все вот эти механизмы сложения, механизм руля, механизм вот этого, оно сделано из такого материала, который со временем приходит в негодность в силу своей дешевизны и в силу своей сырости или мягкости. Потому что если вы перекрутите вот эту ручку, она у вас попросту прогнется. И, естественно, это все начинает со временем люфтить и кряхтеть. Причем кряхтеть и тарахтеть это начинает, ну, буквально после 20 километров, после того, как вы приобретете данный самокат. Дальше. Ninebot Max. У нас все монолитно. У нас 10-дюймовые колеса, пневматические, без камерки. По сути, фундаментальное решение, которое просто лишит вас заботы о том, что надо колеса подкачивать или надо думать о том, что прокололи вы или нет. В KUGEE колеса тоже 10-дюймовые. С виду смотрятся очень шикарно, но они имеют свойство прокалываться. Естественно, смотря как вы будете ездить, где вы будете ездить, но со временем вы придете к ощущению, что эти колеса вам нужно иметь всегда запаску. Запаска продается на Алиэкспрессе, и это не проблема. Система торможения, система амортизации. Давайте поговорим о них. В Ninebot Max ее просто нет. Система амортизации, я про амортизацию, выполняет функцию колес. Почему? Потому что они с так называемым антипрокольным слоем, и вот этот момент, то есть он воздушный. Резина внутри прослойка воздуха, и демпферы опять же из резин. Если я что-то неправильно говорю, но посыл в том, что они и есть амортизация этого самоката. То есть вы едете, вы ощущаете кочки, но вам это через 2 километра становится привычным и знакомым, и никаких проблем нет. Как работает амортизация на KUGEE M4 PRO? А никак, друзья. Здесь очень красивые китайские амортизаторы, которые ничего из себя не представляют, и как бы ты на него не встал бы, давайте уберем подножечку, чтобы она не мешала, как бы ты на него не встал, ничего толком не происходит. Вы слышите только звук, звук вот этих стыромятных болтов, и видно по самому амортизатору, видно, что по сути он вообще не ходит. Может быть его надо набивать определенной смазкой, может быть каким-то силиконом, еще что-то, чтобы он срабатывал. Может просто надо менять пружины. В общем, это просто красивая декоративная накладка. Да, в какой-то степени, пока вы не почувствуете разницу на более дорогих моделях, вы думаете, что вам это все помогает в езде, и вы типа, кочки, так как у вас все это, ну, он преобразует. То есть вам легче, точнее проще и комфортнее ехать. На самом деле это не так. Вы ощущаете точно так же. Единственное, что у вас внешний вид более агрессивный и более, скажем так, ну, крутой, что ли, или еще что-то. Здесь все просто. Это обычная дека, никаких амортизаторов, все скрыто под пластиком. Со временем люди ломают. Я знаю по опыту, люди пишут, что ломают крыло, продается на Алиэкспрессе, стоит 1000 рублей. Ломают механизм складывания, продается на Алиэкспрессе, тоже 1000, там, без разницы, сколько стоит, но недорого. Этот самокат тут, по сути, ломаться нечем. Этот же самокат требует вложений прямо с нуля. Что вы должны думать, о чем вы должны думать, покупая этот самокат? Именно 19-го года и ранее. 20-й год немножко другие аспекты, потому что там они поправили деку, поправили другой, поставили другого гуся, другие у нас аморты, как бы немножко, которые действительно отрабатывают. Если вы приобрели, являетесь владельцем, или думаете приобретать такой год, то есть до-рестайлинговую версию, вы должны понимать, что все болты, по сути, вы должны обслуживать, поменять на более качественные. Вы должны придумать что-то с амортизацией, которую со временем, может быть, я даже не знаю, понимаете, я не специалист, я не знаю, как она должна работать. Я, когда покупал самокат, я думал, что она работает из коробки. Нет, оно просто выполняет вид, вот таких вот, ну, наверное, как-то да выполняет. Ну, я не знаю, вот, ну, насколько, ненасколько. Я вешу 100 килограмм, ненасколько, вот как бы я на нее не сел, ничего не происходит. Они не работают. По моему мнению, поправьте меня в комментариях, напишите, какой я не знающий человек, не понимающий в тематике. Я так вижу, я так вам говорю. Дальше. Вы должны понимать, что вы здесь поменяете, как я ранее говорил, все болты, поставите нормальную, хорошую каленую сталь. на фиксатор резьбы и никаких проблем у вас не будет. Но у вас никуда не денется люфт рулевой рейки. Он никуда не уйдет. Здесь она менялась два раза. То есть, первый раз без фиксатора резьбы вам надо придумать шток, то есть, какой-то удлинитель порядка 35-45 сантиметров, добраться до болта, скрутить его и, соответственно, поставить на усилитель, точнее, на фиксатор резьбы. После того, как поставили на фиксатор резьбы, спустя две недели это все работает, потом приходит вот в такое вот. То есть, понимаете, вот я вот, слышите, вот он гремит, он гремит сам по себе. Не потому, что я такой злой и плохой, а потому, что вот он так сделан. Дальше, обратим внимание на руль. Здесь уже все подкручено, да нельзя. Вот прям до нельзя подкручено, можно еще, наверное. А теперь это двинься чуть-чуть и посмотри. Это все, естественно, будет везде отображаться. Система торможения. Я без понятия, как они регулируются. Я знаю, я отвинчивал, разбирал их полностью. Да, я нуб, который ничего не понимает, но я понял, что там есть тормозная колодка, которую можно регулировать, отворачивать. Тормоза здесь хоть и рабочие, я вот нажал, он сработал. Но они не такие и неправильно отрегулированы с завода. Я должен думать, смотреть, читать какие-то мануалы, выставлять его. То есть, это вот именно для тех людей, которые купили жигули, а я вот называю Kuga M4 Pro таким китайским автолазом, и думать, как поработать над ним, как его перебрать родненького зимой, как его смазать, как его гидроизолировать. Потому что, когда вы откроете деку, потому что, если его перевернуть, посмотреть, что происходит снизу, здесь дека уже прогидроизолирована кое-как. Все болты почти поменены. Когда вы дойдете до этого, или идете на этот шаг целенаправленно, вы поймете, что каждый потраченный рубль этого самоката должен быть потрачен с пониманием, что вы будете его дорабатывать. Я ни в коем случае не хочу перехваливать самокат Maxim, то есть, G30. Этот самокат стоит, да, в рознице от 45 до 55 тысяч в зависимости от магазина. Но дело не в этом. Дело в том, что это как сравнивать условно всеми любимый iPhone 7 за 23 тысячи рублей. Я не говорю ни про десятку, ни про одиннадцатый iPhone, который все хейтят, ненавидят, вообще говорят, что на Android можно получать гораздо больше. Купи Samsung, купи Xiaomi божественное, купи Huawei и еще что-то. Я сам пользуюсь Honor, вот такой вот телефон. Это как сравнивать вот как раз таки iPhone 7 такой идеальный телефон за свои деньги. И допустим, бюджетный какой-нибудь Realme за 12 тысяч рублей. Там будет и экран 90 Гц. Здесь у нас это сидение, да. Там будут еще какие-то моменты. Но все равно удобнее пользоваться будет iPhone 7 со старым разрешением экрана, с маленькой скоростью, как вот здесь до 25 км в час. Кстати, об этом надо не забыть и упомянуть. То есть это абсолютно два разных мира. По деньгам отличающихся почти в два раза, да, условно говоря. И по своей сути этот самокат вы приобретаете, катаетесь и не испытываете никаких проблем. Говорят, что после определенного пробега от 500 до 1000 км надо менять подшипники. Я узнал, в городе у нас это стоит от 1000 до 1500 рублей и плюс стоимость запчастей. Подшипник стоит 150-300 рублей. Поправьте меня, если я не прав. То есть по сути через 500 км как расходники вам надо будет поменять подшипники. Сколько я прокатился на этом самокате? Чуть больше 100 км. Сколько проехал этот самокат? Почти 700 км. Этот самокат обслужен после того, как у него вывалился магнит, после того, как у него были проблемы с электрикой. То есть вот такие вот нюансы он выключен и никуда у нас не поедет. Вот посмотри сюда. Вот здесь поставлены два магнита. Вот здесь поставлены два магнита. Обратите внимание, были проблемы с магнитами. Он просто вылетел оттуда. Вот. Один магнит и там другой магнит. Они просто вылетели оттуда и все. На этом самокате есть клевая сигнализация, которую вы можете нажать и он поставится на сигнализацию. У Ninebot Max этой сигнализации нет. Есть из приложения просто блокировка. Ну, опять же, он не запищит, ничего не сделает. Ну, просто его положить в машину и уехать с ним не составит никакого труда. Но, при всех этих вводных, при всех этих разных абсолютно самокатах, этот самокат любим публикой. Это отличный самокат для первого раза. Если у вас мало денег, если у вас меньше 30 тысяч рублей, покупайте Kuga M4 Pro. Вот такая вещь. Он вас научит всему. Это как первая машина. То есть, она по-любому должна быть недорогой. Он будет вам служить верой и правдой после того, как вы вобьете в него определенное количество денег, времени, сил, усилий, матов, всего. И вы поймете, что это очень хороший опыт, но надо двигаться дальше. Я пришел к этому, и поэтому основным самокатом у меня сейчас, уже спустя почти месяц владения Ninebot Max является, конечно, Максим. Этот самокат, безусловно, отличная штука. Но и надо понимать, за 30 тысяч рублей вы покупаете АвтоВАЗ по-китайски. Это четкое понимание. По поводу скорости, пробега и остальных преимуществ. Конечно, Kuga M4 Pro с его мощным мотором 500-ваттным будет ездить быстрее, чем Максим. И он ездит быстрее почти в полтора раза. Максимальная скорость, ну и я по GPS не езжу, как бы, я знаю, что на 15-20% врет внутренний компьютер, и, соответственно, здесь он показывал до 45 километров. Я знаю, что до 37-40 километров в час этот самокат у нас двигается по ровной дороге, по асфальту, без уклонов и без всего. Как тянет в горке? Нормально. Меня 100-килограммового тянет, очень все хорошо. Сколько всего можно проехать на этом самокате? Ровно в... не то, что в два раза, а в полтора раза, в 1,25 раз меньше, чем на я, с таким же весом вот на этом самокате. Эти самокаты проезжали определенную точку от определенной точки А до определенной точки Б и тратили почти одинаковое количество энергии, но при этом вот как раз-таки разница есть там. Я не знаю, как в цифрах это обозначить. Допустим, если, к примеру, Максим потратил 10% заряда, да, то вот этот самокат потратил порядка, ну, может быть, 15-16% заряда. то есть разница есть, она ощущается. За Максим, я уверен, что он вытянет свои 35-37 километров на 100 килограмм груза. Здесь же, ну, сейчас я на нем не лезу, ездит человек непосредственно легче у меня, но, опять же, он выкатывает нормально. Заряжать надо, ну, как мне кажется, для того, чтобы быть подстрахованным, в два раза больше. То есть, если этот заряжать можно два раза в неделю, то этот будем заряжать три, ну, максимум четыре раза в неделю, для того, чтобы летом, вот в такую вот теплую погоду, кататься в каждый день и выполнять какие-то базовые условия, ну, двигаться в базовых направлениях. По поводу освещения, скажем так, здесь оно, типа, лучше. Почему лучше? Ну, потому что по техническим характеристикам здесь есть у нас светодиодная подсветка, здесь у нас есть поворотники, они отлично себя проявляют, они отлично моргают, их видят. Здесь есть более-менее линзованная передняя фара, которая работает, скажем так себе, у нее не совсем хороший угол рассеивания, все изначально на нее ругаются. Эта фара, кстати, выполняет еще функцию звонка, то есть, непосредственно, можно будет подать сигнал. Как это реализовано в Максиме? Все очень просто. Есть верхняя фара, которая светит по принципу автомобильной фары, то есть, верх у нее скошен до прямого угла, для того, чтобы вы не не ослепляли прохожих, не ослепляли автотранспорт или еще кого-то. Ну и, собственно, задний габарит у нас обычный. Гораздо проще смотрится, чем на Куге. Для Куга он более большой, более яркий. И по первым ощущениям, конечно же, думаешь, но Куге, он такой весь нафаршированный стоит 30-ка. Вот сейчас он стоит 30 тысяч рублей с такими техническими характеристиками новый. Естественно, новый. То есть, ну, почему нет, друзья, почему нет? А надо брать, надо брать, если у вас 30 тысяч рублей, надо брать вот этот самокат. При этом надо брать не версию 19-го года, а версию 20-го года. И сейчас поговорим, почему. А потому что там другая дека, там вот не вот эта вот шкурка, которая, конечно, со временем, понимаете, я его обслуживаю каждый день после поездки, его обтираю, мою, все, кроме шин. И со временем, естественно, вот это все приходит в негодность. В 2020 году в новом рестайлинговом М4 Pro батарейка 17 тысяч ампер часов, мотор 600 ватт, уже улучшенная дека, улучшенный механизм руля, то есть там вот убрали все возможности люфта. Этот люфт, этот люфт, потому что другой гусь на новой рестайлинговой версии, этот люфт, потому что вот этого нет, там просто по-другому все, там просто велосипедный руль. И это, наверное, ну, конечно, стоит подороже, 35-37 тысяч рублей в зависимости от магазина, но это уже совсем другой экспириенс. Если вы покупаете Гука М4 Pro на 16 тысяч ампер, если вы хотите попробовать, что такое электросамокат, весит он, кстати, 25 килограмм, 25 килограмм плюс-минус, точно, по-моему, 25 килограмм. Этот весит 19, ну, пускай 20, этот чуть, ну, потому что умел, ну, реально, батарейка, как бы, побольше чуть-чуть. В общем, он весит чуточку, ну, не чуточку, он весит тяжелее. Рестайлинговая версия, по-моему, весит 22-23 килограмма Гука М4 Pro. Этот самокат удобнее поребрик, все о чем я говорил. Вот если вы делаете, подъехали куда-то и вам надо задрать. Если вы катаетесь с сидением, то это очень удобно. На Найнботе с сидением, точнее, тут сидения нет, не поэтому проблема. Его поднять, то есть, понимаете как, вот так подходишь и поднимаешь. Это неудобно нифига. Я научился, я навоспился, поднимаю его немножко по-другой. Со спины меня ноги не снимает. Вот. Я вот так его поднимаю и захожу на поребрик. Если мне надо. То есть, в плане в этом, как бы, я говорю все честно, без прикрас, как бы, ничего нигде не украшаю. Полностью гидроизолированный X5, X7 у нас на Найнбот Макс. Ни хрена не доработанный Куга М4 Pro, но при этом мощнее, при этом народнее, при этом дешевле. Ну, каждый выбирает сам. Для первого самоката Куга М4 Pro без разницы, какого года вы будете покупать самокат, это будет ультимативным решением. Это первый момент. Второй момент. Если вы не хотите всех этих дрязг с разбиранием самоката, если вы хотите пользоваться, а не сидеть полсезона, потому что у вас может быть проблема быть вообще, как нефиг делать, с БМС-платой, с аккумуляторной батареей, потому что это Куга. Это вроде тот и тот Китай, но это разный Китай. Это как вот раньше, в 90-е говорили, вы знаете, не обращайте внимания, кроссовки у нас фабричные, точнее китайские, но не китайский Китай, а фабричный Китай. То же самое здесь. Вроде все делают китайское, но вот Куга, это вот такой вот автоваз по-китайски. Вы это должны понимать. И, друзья, давайте без холивара. Еще раз, я любитель, я не профессионал, я ни хрена не понимаю в электротранспорте. Я купил, пользуюсь и рассказываю. Я могу ошибаться, оговариваться, могу что-то сказать не так, поправьте в комментариях. Но не надо быть хейтером, в плане, что там ты куда лезешь, Вася, там туда-сюда. Ну, хотите, больше будет, господи, просмотров от вашего хейта. Поэтому давайте захейтим Максим за свои 50 тысяч рублей, и давайте накидаем лайков, закугаем 4 Pro за народный самокат, который стоит своих денег. Это было подробное сравнение этих двух самокатов с красивыми картинками, пролетами. Мы с Артемом старались, поэтому подписывайся на канал, ставьте лайки, пиши в комментариях Дональд Дак, ну и совсем скоро увидимся. У меня, кстати, готовится новиночка для вас. Давайте оставаться вместе. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok